Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Главным вопросом произведения свиней, ну нынешнем, выращивания их, состоит вопрос, чем же кормить, чтобы они быстро выросли. Срок жизни у поросенка 5,5-6 месяцев. В это время он успевает вырасти до 100 кг при использовании современных технологий, так сказать. Ну как технологии, умно сказал. На самом деле все убирай, пока вот сюда. Значит, смотрите, да. Вся суть в правильном выборе добавок. Не буду сейчас акцентировать, чей производитель, как называется. Вы можете визуально сами определить, добавка, она стоящая или не стоящая. Вот я высыпаю одну, высыпал в одну кучку. Это одна добавка и вторую. Обратите внимание, значит, ну во-первых, все добавки, которые я видел, они имеют разный запах. Те, которые более-менее нормальные, добавки пахнут, ну как, что-то типа наподобие жвачки. Запах такой приятный. Вот в этой кучке видно, она по своему составу, по консистенции. В ней видно кусочки какой-то, я так понимаю, и кукурузы много. И самое главное, у нее это желтого цвета, она, скорее всего, это соевая мука, там что-нибудь такое высокопротеиновое, наверное. Ну я так понимаю, все, в принципе, на всех написано одно и то же. Там витамины, антиоксиданты, что там только они пишут. Но разница, вот сравните, вот эту теперь, давай посмотрим, давайте кучку. Здесь явно видно, что намешано тупо высевки с муки, отруби, грубо говоря. У нее и цвет, она там вроде есть, желтоватого, но мало. Смотрите, как свиньи нанюхали совершенно. Значит, смотрите, ну вот должна быть более такого цвета, желтого, в виде еще черного. В ней вообще просто намешали с этого самого, не отруби, а с макухи, да, с семочки, отходы от семочек. Цена. По цене, вот, что это, что это стоило одинаковое, но реально, вот, можно даже на рынке, я не то, что говорю, из своего опыта это одно, даже у продавца, ну, у меня там знакомый, хлопец знакомый продает на рынке, одноклассник, скажем так. И он учил там, показывал, открываешь мешок и смотришь, самые дешевые просто насыпали каких-то там, я не знаю, макухи какой-то насыпали. Но оно реально видно, что, ну, какое-то дерьмо. Ничего там такого нема хорошего. Здесь же такое впечатление, что добавили сухого молока, но только сухое молоко не белого цвета, а желтого. И, ну, по консистенции видно, что тут нету никакого, как здесь, вот и по весу, ну, как бы, оно, ну, чувствуется разница, обалденно чувствуется. Если визуально посмотрите, будет видно. Короче, суть в чем, берите, чтобы оно было желтенького цвета. Попадалось там, ну, тут конкретно видно куски прямо отрубей. Просто отрубей намешали, да и все. Поэтому, еще один момент, поэтому внимательно смотрите на консистенцию, на состав. Видно, визуально все это видно. Ничего тут военного нету. Можно проследить там и крупинки в нем, и той же кукурузы там. Ну, я же говорю, ну, должно быть вот такое, как будто густо-густо пересыпано, как сухим молоком, типа, только сухое, ну, по консистенции, как сухарем здесь засыпали сверху. И оно, вот, и запах, запах конкретно такой бьет в нос. Приятный запах какой-то жвачки. Есть добавки дешевые, они, ну, просто никакого эффекта не дают. Люди, вот, нарвавшись на такое говно, ну, тоже людей понять, 300 гривен стоит мешок-добавок, а этот 600. Он берет за 300 и мечтает о том, что у него будет эффект какой-то. Китайцы там или наши, кто они там, пакуют по мешкам, пишут одинаковую сопроводиловку, ну, то есть состав. А на самом деле стряпают все из какого-то речного песка до трубей. Или там, я не знаю, ну, с отходом каких-то с говно. Реальные, ну, реальные добавки, они должны выглядеть как, ну, как нормальное. Ну, короче, берешь, смотришь на них и хочется сожрать их самому. А вот тот мусор, вот тот мусор, его не хочется даже видеть. Соответственно, вы даже визуально сможете определить, насколько хороша будет добавка для ваших поросят. Если добавка хорошая, поросята ее очень хорошо едят дырт, смешанную с ней. Настолько хорошо, что выедают все, ну, там прям видно визуально. Плюс после нее начинают много воды пить. Если воды мало пьется, ну, имейте в виду, скорее всего, добавка что-то в ней не доложена. Если нормальная добавка, выпивается воды, ну, просто, ну, очень много. Свинка выпивает много воды. Кстати, все это корма, все это подается в сухом виде. Соответственно, вода очень важна, чистая должна быть, всегда должна быть, ну, как бы вода должна быть вдоволь, доступ свободный. По рациону, там, вот, большая свиня, вот, у меня, ну, свинку сдал, у нее было 150 килограмм. Это после того, как ее уже забили, с нее спустили кровь. Да, вообще, было где-то килограмм 160, наверное, 155-160. В общем, я к чему веду. Она съедала в день около 3 килограмм корма, ну, то есть, полтора килограмма утром давали ей дырть с БМВД и полтора килограмма вечером. Все, 3 килограмма она съедала в сутки, этого хватало для того, чтобы она набирала вес, росла и корм она выедала всегда полностью. Воды пила много, все у нее было, короче, содержание ее заключалось, ну, как бы, очень простым было, но все зависело от добавки. Есть ли добавка вот такой вот фигня, не берите такую фигню, она даже, вот, чувствуется и по весу, как-то, ну, как-то, ну, мусор какой-то мы собирали. Либо это, она такая плотная, как мука, вот, больше, я даже говорю, крупинки там, и все это, как бы, все, все видно сразу, все, все это замешано в какой-то мукообразной фигне, Ну, это понаподобие, я же говорю, наподобие сухого молока. Все, в принципе, не буду, не буду рекламить сразу вам рассказывать сейчас, начинать тут наваливать, какая фирма лучше, какая хуже. Одно скажу, брал разные и отечественные, но это, кстати, отечественный производитель наш, украинский, но по польской технологии, из польских компонентов. Находил сайт их, не читал там. А вот эта вот фигня, это какая-то, вроде как пишут, то ли Китай, то ли немцы, непонятно. Ну, если честно, это ни с чем не сравнить, просто, просто к этому отходы, зерноотходы насыпали и за бешеную цену за 600 гривен 25 килограмм продали. Эта же добавка, она дает, ну, эффект обалденный, просто обалденный. Свинья реально вырастает за 5,5-6 месяцев до 100 килограмм легко. Даже при использовании, не надо даже делать комбикорм. Я, если честно, кормил на одной пшенице, не было возможности. И вот она выросла, ну, она у меня долго была, потому что я ее под сеноматку держал, она поросилась, потом я ее выбраковал. А вот она вышла, свинья, прожившая где-то в районе 11 месяцев, 10-11 месяцев, она набрала вес, это 160 килограмм. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты, всего доброго.